Отравская компания представила Акимову области новый проект, которого не было в Казахстане. Это канализационная очистная установка. Представитель компании отметил, что реализация проекта принесет пользу как экологии, так и сельскому хозяйству. Однако Нужан Нужегитов серьезно относится к реализации беспрецедентного в стране проекта. Какие требования предъявил глава региона компании? Об этом в следующем материале. Сегодня в областном центре канализационные стоки занимают 197 гектаров, где выделяются углекислые и парниковые газы. По словам экологов, именно из-за таких испарений 37 человек из 100 в стране страдают онкологическими заболеваниями. Представитель компании, пришедшись с новым проектом, говорит, что при реализации этого проекта данная проблема решится. Кроме того, можно получать удобрения, а 197 гектаров будут очищены. Таким образом, исключается возможность заболевания онкологией. В Таразе нет установки для очистки сточных вод, а в летний период испарения происходит больше. Если проект будет реализован, помимо прибыли будут созданы новые рабочие места для 70 человек со средним окладом 250 тысяч тенге. В целом же на проект необходимо 33 миллиарда тенге. Глава региона отметил, что для этого необходимо привлечь инвесторов. Мы все равно должны собраться с ними, чтобы принять взвешенное решение. Они должны взять на себя ответственность. Мы не можем сейчас верить только вашим словам. Мы должны все хорошо проанализировать. Однако, по словам представителя компании, инвесторы просят предоставить гарантии. Для привлечения инвестиций в Казахстан все они просят предварительную гарантию. Ее не может предоставить ни одна компания в Казахстане. Мы в 2020 году, когда у нас был договор, подписали меморандум и начали работу. На сегодняшний день проделана большая работа. Таким образом, неизвестно, как будет реализовываться уникальный проект в будущем. Этот вопрос требует комплексного решения. Ильдар Кизатуллин, Жамбл Ньюс.